Друзья, всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать, какие я делал ошибки в первый свой контракт. И на примере, просто с мостиком сейчас покажу, что не должно делать с матросами опытными на палубе. Значит, первое, что я вижу, допустим, сегодня, да, красится у нас борт. То есть идем мы в море, в северную. То есть сейчас брызжет, соль летит, в любом случае красится. Стопом сказал не красить, народ красит. В общем, тут какая-то недоговоренность у нас тоже бывает. Капитан сказал красить. В общем, тут вот так вот. Это неправильно. Надо опреснять. В лучшем случае, штилевая погода. Опреснили, быстро закрасили. Ладно, на ходу там, докуда дотянулись. Обычно это в порту делали. Брали разрешение или если там какая-нибудь порта, дыра какая-то, вообще можно спокойно взять вечером, закатать, главное не капать в воду. Вот, это первый момент. Второй. Откуда начинают обычно покраску? Либо с настройки сверху, да, если вы начали уж настройку делать, вы ее заканчиваете. Начали отбивать вот здесь пороги. Все, загрунтовали. Блядь, ну надо краску наносить, понимаете? Если вы грунт наложили, ребят, то основа должна быть, там, не знаю, крайне на следующий день, чтобы схватилась краска с грунтом. Вот. Это второй момент. Палуба, да, когда плохо, опресняем. Вот что получается. Лезет, видите, просвечивает грунт уже через краску. Это как раз причина, либо поздно закатали, либо на соль. Скорее всего, была соль. Вот. Палуба лезет. Вот. Это другой момент. Ткантики вот эти отбиваются. Вот этих моментов не должно быть. На мостике тут еще что-то вроде как старались. Но тоже это все шаром. Так вот не должно быть. Ровно под бумажечку, под бумагу можно это все ровно сделать. Хотя бы вот как здесь. Хотя бы. Дальше. Красили люминаторы. Люмики. Наши. Бумагу наложили грунтом, потом краской. Уже неделя. Сейчас ее отдирать очень проблематично. Это еще одна проблема. Ботсом он меня за это разъебал. В чем конкретно. И так на всех. Понимаете? Следующий момент. Я тут хотел хуки сделать. Мы сказали, Серега, Сэган, короче, мы тут сами все сделаем. Я чипнул, говорю, ладно, ну закатайте уж, ничего сложного. Троса. Вот эти петли. Ни в коем случае не надо закатывать. Загрунтовали, так думаю, загрунтовали, ладно, ошибки. Так еще и закрасим. Вот. Поэтому, если вы начинаете сверху, да, начинаете делать, так вы заканчиваете работу, понимаете? Никогда не оставляйте ее на следующий день. Потому что это будет... Потом проблема, да, вот как я сейчас показал, одна за другой вылезает. По моему мнению, вообще, самое лучшее, есть погода, начинаем с бака и в корму идем. Настройка, она подождет. Понятно, что для судовладельца, когда он приходит, он идет сразу в настройку, в основном. Вот так же он и смотрит, конечно же, проходит посуду. Это в любом случае потом. Поэтому я считаю, что настройка остается... Последняя плохая погода, мы что-то делаем. Но начинаем всегда сверху вниз. Это, блин, правило номер один по покраске. Ну, видите, еще в чем проблема? Сложно. Вот пытаемся, да, бороться, перевоспитывать. Но когда люди уже за 40 лет, и кто-то из них работал поварами, и они переходят... В этой компании, допустим, есть повара, даже старкомы, которые сразу с повара в старкомы двинули. Вот, они работают. Вот, кто-то из поваров веби, и у нас на суде есть. Сложно людей переучить, но им больше 40 лет, кому-то уже почти 50. Ну, не переучить, не объяснить, делают ошибки. Даешь приказ, там, сделать то, в итоге выполняет другое, а потом говорят, что забыли. Или там, я думал, что надо так, или, сах, отмазки начинаются всякие. Этого не должно быть. Должен, если ты не понял, то ты переспроси еще раз. Это всегда так было. Я сам эту ошибку делал. Когда мне говорили, я боялся переспросить, там, думаю, моря, может, там, что-то, что-нибудь здесь, что-нибудь в войне понимаешь, там, и так далее. А лучше надо переспросить и понять. Тогда вы выполните эту работу. Корректно. А вот такая шара, она никому никогда не нравилась. И какие я ошибки делал? Первый контракт в 2006 году у меня был на Arctic Star. Передаю, пользуюсь случаем, привет боцману Дикому Александру. И хочу я сказать ему спасибо за то, что он заложил вот эти основы. Он был, конечно, строгим очень, достаточно. Но, тем не менее, у него всегда было все четко. За это только респект и уважение. Понимаете, ребята? Если вы будете так же выполнять работу, как тот боцман, он именно даст основы. Дай бог, чтобы вам попасть и на боцмана, на хорошего, на грамотного. Сейчас боцманов вот в многих компаниях даже нету. Если и Би-1, и Би-2, как у нас, да, нет конкретного такого понятия боцман. А боцмана, это как второй человек после капитана. Было такое, да, тоже выражение. Потому что он реально много знает. И я, с моего города есть такие ребята, которые боцманах в Вилсоне работают, очень опытные. К сожалению, у меня с ними уже, наверное, скорее всего, не будет возможности поработать. Но, тем не менее, они продолжают работать. Переводятся, понимаете? Переводятся уже настоящие матросы куда-то. Ходят на флот вот подобный. Контингент, который не понимает, не хочет, ленится. В общем, бесполезно. Какие я конкретно ошибки делал? Элементарно. Начинаю с швартованной операции. По крепежу. Каравана, груза, название инструмента, материала для крепления, да, который необходим. Элементарно пошлю зачем-то. Ты там вроде понял, а вроде и нет. Пошел, принес не то. Наругали опять. Чиппинг, покраска. Да элементарно даже приборка на мостике. И тоже я получал пиздюлей за это. Потому что делал некачественное, неправильно. Вот. И все это у меня в первом контракте. Откладывалось, откладывалось. И до сих пор у меня в голове, я помню эти моменты. Я их вижу, и мне становится дико то, что творится порой на судах. Поэтому, ребят, давайте будем работать правильно, качественно. Стараться. Когда будет больше уважения к вам. И не буду вам писать плохие характеристики, списывать. Как-то так. У меня все. Всем пока. Пишите комментарии.